Всем привет! Сегодня у нас 30 сентября. Тема Live тематическая. Это программа расширения возможностей. Возмещение за инвентарь. Рубик так ее назвал. Передаю. Передаю Рубику. Слово сейчас. Растяну я экран. Потому что я что-то зуму как не очень уверяю. Непонятно. Все. Поехали. Всем привет. Я хотел для начала сказать, что все, кто останутся до конца, получат маленький голос насчет категорий открывания продуктов. Те категории, которые были закрыты. Нужно было просить и ову для них. В конце я вам маленько покажу и расскажу. Окей. Сегодня я хотел поговорить с вами насчет новой системы. Аймзи Уис. Программа, которая занимается проверкой инвентаря и возмещением денег с Амазона. Как и все мы, кто продает на Амазоне. Мы всегда знаем, что Амазон никогда не отдает деньги за тот инвентарь, который пострадал или попал или так далее. В общем, с помощью этого инструмента мы делаем анализ инвентаря. И наша система и алгоритм помогают определить, какие продукты и сколько из них имеют право подать кейс на возмещение. А в данный момент она работает. Мы ее проверяли. Не только в группе, где здесь Денис, но и в других аккаунтах многих. И я бы хотел вам рассказать, как подключиться. В самом сайте aimzowis.com мы заходим и делаем логин. Есть две опции подключиться к самой системе. Через Google, email и через ваш Facebook подключение. После того, как вы подключились, внизу есть опция перейти и сделать connect MWS. Когда мы нажимаем на connect MWS открывается новое окно. В этом окне мы выбираем ваш marketplace. Если вы торгуете в Америке, то вам нужно выбрать американский маркет и в нем вы можете сделать свою проверку на инвентарь. Если вы торгуете на европе, на пяти рынках, то вы должны сделать подключение через один из этих рынков. И каждый раз, когда вы хотите сделать проверку на другого рынка, вам нужно просто будет поменять marketplace и сделать оплату. После того, как вы выбрали marketplace, допустим, USA и Америка, у вас есть ссылка Link Seller Center. После того, как вы ее нажали, открывается Seller Central и там спускаемся вниз. Здесь есть опция AUTHORIZED DEVELOPER. Эту опцию нужно открыть и там будет окошко, в которое нужно будет ввести developer name. Это MWS и developer account number, которые вы можете увидеть в предыдущем окне, когда вы выбираете marketplace. После того, как вы ввели это все, сделали и продолжили. Вам нужно взять из того окно, которое откроется, ваш Seller ID и Auto Token и скопировать его в предыдущее окно. Вот здесь, когда вы спуститесь снизу под marketplace, будет написано Seller ID и Auto Token. Делаете сохранить и в принципе все, мы подключились к системе. На данный момент вам всего лишь нужно будет сделать оплату через PayPal и нажать на Generate сейчас. Система сделает обработку всего того, что нужно в вашем аккаунте, сделает отсчет и вышлет вам на ваш email, с которого вы записались. Или это Gmail или через Facebook, в котором вы записались там. В общем, цена идет на каждый marketplace отдел. Если вы записались в Америке, то делаете проверку на Америку, один раз уходите. Если делаете на Канаду, то снова уходите. Если делаете на Европу, то на каждом рынке цена по отдельности идет. Для проверки инвентаря. После того, как вы оплатили, нажали сделать отчет, вам придет наше письмо, в котором вы должны будете скопировать весь контекст. Этот контекст потом нужно будет скопировать в ссылку, которая будет сверху. Вы нажимаете на нее и открывается окно. В том окне мы должны будем зайти в Selling on Amazon, потом выбрать Your account, Other account issue, скрыть весь контекст, то, что вы получили от нас, нашего репорта. После того, как вы это скопировали, спускаетесь вниз, нажимаем на плюс, где плюс ставим галочку, делаем Send. После того, как сделали Send, мы всего лишь на всего ждем ответ от Amazon по той сумме, сколько вы получите денег за те проблемы, которые Amazon создал для вас. Сумма идет на каждую страну по отдельности. В marketplace идет один Америка, Канада, Мексика. В другой marketplace это вся рота пять стран. Это Англия, Германия, Франция, Италия, Испания. И насчет цены. Цена на 40 долларов за каждую страну в каждом marketplace. Цена для этой группы 25% скидка. И все, кто записывался через Дениса, они получают этот отчет за всего лишь 29,90. ОК, если у вас какие-то есть вопросы, вот наш e-mail, sales и support dmz.com. Все, что вы хотите знать, просто посылайте нам вопросы. И если есть какая-то проблема, вы можете послать платеж и тот отчет, который вы получили, мы это посмотрим. Самое главное, я хотел сказать одну вещь, что если вы торгуете мало времени, меньше чем 6 месяцев, с маленьким вольвым продаж, вы не продаете так сильно много, то я не прошу вас записываться и не делайте эту проверку, потому что я не гарантирую, что там какая-то будет большая сумма возврата или вообще будет какой-то возврат. Это зависит от того, кто у вас вольвым продаж и того, как у вас аккаунт продвигается, сколько он был долго. Это одно, окей. Денис, есть какие-то вопросы? Да, давайте, во-первых, я добавлю потом вопросы. Первое, я и, наверное, еще человек пять, я точно лично своих учеников, знакомых, друзей давал, а может и больше. Ну, 5-10 человек. Так, хочу от себя добавить микрофон, забыл включить. А, говорю, главное, говорю. Меня слышно было, хочешь? Да, тебе нормально. А, значит, хотел добавить от себя, что мы это проверяли уже. Я лично вернул, по-моему, 110 долларов. Ты говорил мне, что там еще можно что-то, еще там третий какой-то способ, может быть, что-то заработать можно. Да, на данный момент мы обновили систему, она работает намного лучше. И мы работаем сейчас над еще опциями, которые можно будет применять и сделать в будущем. Ну, короче, будем рассказывать в любом случае. То есть любая новинка, мы будем об этом рассказывать и показывать. Я проверил сам лично, проверил своим всем друзьям, причем ученикам, просто знакомым друзьям, всем подряд. Ни одного не было человека, у которого не компенсировалась сумма. У меня, по-моему, было 110 долларов, что-то в этом роде. Да, 110 долларов. При условии, что там оборот был просто смешной, там, я не знаю, там, 2000 оборот, это у меня старый мой аккаунт с первым моим товаром, про который я там, наверное, все видео смотрели и так далее. То есть, столетней давности, вот, мы посмотрели, выдернули оттуда 110 долларов. Я хотел бы уточнить, это очень важно, потому что я с первой попытки тоже это не понял, не знаю, может быть, я только такой один, ту году. Но это имеется в виду не компенсация фи Амазона, а именно удаление, потеря, правильно я говорю? Да, все, что связано с вашим инвентарем функции, которые Амазон никогда не отдает деньги вообще за это. Стараются вообще это скрывать и не давать. Потому что нужно сказать одно, что вы не работаете на Амазон, Амазон работает для вас. И он не захочет отдавать им деньги, если вы сами их не запустите. Но я не об этом, я не об этом, я о том, что есть два момента. Мы всегда работали на тему, я сам лично работал, посылал письма, чтобы компенсировать фи. Когда мы считаем, что завышенный фи, за там размеры, там еще за что-то. А это именно за потерю, утрату, за повреждение нашего непосредственно товара, который был и его нет. То есть есть фи, который процент с нас берет, а есть непосредственно потеря инвентаря, правильно? То есть это две большие разницы. То есть у нас есть в перспективе, если вы, я так понимаю, делаете эту вещь, будет двойная компенсация, возможно. То есть если программа еще будет работать по фи, которая завышена, которую Хелин 10 объявили, и так толком она не работает. Ну они говорят, они только говорят. Они красивые цифры показывают, а Амазон… Я знаю, я видел, что они показывают. То, что они показывают, они всегда свой отец реальности. То есть не всегда. Такого обещать никто не может. Раз в 50 меньше получается, там полторы тысячи покажешь, а 50 долларов снимешь. Мы это будем делать в процессе разработки, но я не буду обещать того, чего они обещают. Я тебе говорю, я людям объяснить, что имели в виду, что это именно разные вещи, и в потенциале мы можем компенсировать гораздо больше. Вот я о чем. Это будет в ближайшем будущем для работы над этим тоже. Но то, что они делают и то, что мы делаем, это совсем разные вещи. Ну у вас узкозаточная программа, которая должна делать определенные вещи. Мы в смысле спецификацию делаем, да. А у них это комбайн, который делает и это, и это, и это. Что-то обалденное, что-то паровозом идет, а все остальное как бы дополнительно. Из-за этого здесь тут и разговаривать в принципе смысла особо нет. Вот я хотел это уточнить, по работе мы проверили. Вот, все работает подключено. Да, я думаю, что люди, кто воспользовался системой, они могут подтвердить, что она работает и получили деньги. Да, то есть я за себя и еще человек за 10, могу точно сказать. Самые большие, какую сумму вы компенсировали, с какого оборота? Было 300 паундов. Человеку в группе. Какое 300 паундов? Ты мне в доллары скажи. Ну в долларах, сейчас паунды в доллары перевести. Ну где-то больше 500, по-моему, было. Понятно, это фунты-то не больше. Что это такое? Фунты, что ли? Да, фунты. Мы в Европе проверили. И в Европе на английском маркете. В Англии. Ну это который я тебе дал, Алекс. Да, да. Ну не хочу говорить просто. Какая разница? Делали, да. Получилось. Однозначно раз в полгода, не более. Просто нецелесообразно тратить. Желательно, чтобы пользовались те, кто торгует. То есть это логично. Полгода поработал. Полгода поработал, проверил. Если у тебя, конечно, оборот был. Но оборот мы говорим о каком обороте. В любом случае несколько тысяч в месяц хотя бы. То есть в любом случае несколько тысяч в месяц это 10 тысяч в месяц. Да. 10 штук в месяц. Но смысл никакой никакой. Можете попробовать, да. Но я не думаю, что можно от этого сделать. Что тут вопрос? Будет ли видео инструкция? Есть видео инструкция на русском, на английском. Все в этом лайве написано. Я потом добавлю еще раз. Так что подключить и как это все сделать. Все вопросы можно послать на sales и на support.mz.with.com. Вопросов в принципе нет. Окей. Хотел поговорить насчет нашего добавления в Chrome. Оно сейчас работает в том, что связано с Reveal. Оно работает еще и на европейском рынке. Так что все, кто купил первый раз, когда мы сделали live с тобой, на easy with the review, они получили бесплатно и на европейский маркет. Так что оно сейчас работает и в Европе, и в Америке на маркетах. Получается у нас. Далее чем пущем, оно будет разделено и платеж будет отдельно. Насчет Reveal мы говорим. Окей. И мы работаем еще над двумя сильными функциями, которые в ближайшее время тоже выпущены. Которые будут очень полезны для продавцов и Amazon. Пока не буду про них говорить, потому что еще удовлетворительно нет смысла заявлять чего-то и распоказывать. Что последствия? Так, здесь в принципе все. Что у нас еще можно рассказать? Который хотел рассказать анонс теперь. Такой, который... Ну ладно, так, маленько расскажу. Какой-то такой амазон сегодня появился и... В общем можно сделать заявку на открытие категории. Без бумажек. Есть категории, которые на сегодня именно открывают без бумажек. Я бы сегодня утром послал фотографию. Я сегодня утром 10 или 12 категорий вообще без бумажки открываю. Я не знаю, будет это держаться долго или нет. И отключат они потом это или нет. Я в одном моменте где-то 10-12 категорий открыл. Я скину фотку. Это категории как Topical, Brocery, Baby. И все категории, которые были проблематичные. Нужно было для них деньги платить большие. Допустим Topical, она стоит, по-моему, тысячу долларов, как я помню. Так что ее можно сейчас открыть. Я скину скрин тех категорий, которые я сегодня открыл, 30-го числа. На них будет видно. Оно не дает на все продукты, но оно дает на категории и та категория. Катбьюти, конечно, уже открытый, но Topical там закрыт. Так что можно попробовать... А на что такое? Ну, допустим, ты хочешь маски продавать для лица. Вот это Black Mask. На нашем зоне Black Mask ее нужно открыть. Я понял. Это стоит 800 долларов, или тысячу, я не помню точно, чтоб открыть эту категорию. Машины попробуйте открыть. Ну, там есть целый список... Я прошелся так быстро, там за 10 минут, по 20 пооткрывал 12 категорий. Так что... В принципе, можете сейчас попробовать. Я скину фотку, у меня получилось, я открыл, чтоб деньги не платить. Что для этого надо? Скажи людям лучше. Куда зайти, что нажать, что надо. Как обычно... Как ты открываешь категорию в профиль? Ты делаешь Ad Product, уволишь туда АСИ, и потом будет у тебя продукт написан, и ты нажимаешь Limitations, под Limitations ты делаешь Approval категорию. Нажимаешь и пытаешься открыть. Есть моменты, которые... Допустим, часы я не смог открыть, потому что она не дает. Но, допустим, Topical, да, или Grocery, где еда, я смог открыть. Окей? Есть такие категории, которые оно дало открыть сразу же. Без каких-то бумажек вообще. Я смог открыть Toys, Baby Topical, Baby Food, Baby Feeding. Это все категории. Ну, есть еще там категории, которые... Так что, если кому-то надо, можете сейчас попробовать и постараться. Может быть, и кому-то даст. Не всем дает, я не знаю, если это поддержится. Но на данный момент это работает. Это какой-то... Так что, еще раз, насчет программы по возвратам. Цена 29,90. По ссылке, то, что Денис оставит здесь в группе, она делает проверку с его инвентаря. Есть видео, как подключиться, как это все сделать. Мы данные не храним ваши. Так что, если вы хотите что-то потом узнать, скиньте платеж PayPal и тот отчет, который вы получили. Потому что мы не знаем, что мы не храним ваши данные. Никак. То, что вы получаете, это вы получаете. Это нас не касается... Мы не храним это вообще. Так что тот мейл, который вы получаете, можете послать нам, и мы посмотрим, если есть какой-то вопрос, или что-то мы хотели еще узнать. Но, в принципе, здесь все очень быстро, понятно, ясно. Если есть какие-то вопросы... Вопросов нет. Я хотел бы тогда добавить по поводу отзывов. Мы вот как раз вначале начинали по отзывам. Тут кипиш идет, переписка идет. Даже не хочется в этом участвовать, потому что обратно ими. Не надо везде об этом болтать. Не надо экономить, тупо там, я не знаю, из одного доллара душиться. Не просто так люди этим занимаются. Есть, согласен, что те люди, которые неграмотно, некачественно предоставляют услугу, и очень небезопасно, когда они публикуют в чужих группах. У нас группа закрыта. Сегодня я и опять, в очередной раз, убрал из всех списков. Так что... Пользуйтесь. Нормально все, но как бы будьте очень аккуратны. И то, что разговоры о том, что никогда такого не было, да никогда ничего не было. На Амазоне в прошлом году тоже они взяли и склады закрыли. А сейчас не закрывают. И также будут банить, и будет это неприятно. Просто работайте над безопасностью. Не надо экономить, я не знаю там, 100 долларов, ради того, чтобы там на доллар дешевле непонятных источников эту услугу делать. Я не претендую, где вы делаете, но в любом случае мы делаем огромное количество отзывов. Из всех, наверное, отзывов пришло по верифаю, по индусам, по верифаю, за все вот это вот, сколько мы там, что бы ни творили, пришло, дай бог, меньше десяти писем. Предупреждение, вы манипулируете, вы манипулируете отзывами. На днях, еще у меня у одного ученика моего, старого, вроде как бы забанили, написали там по поводу манипуляций с отзывами, но пока я еще точно не знаю. Но это вообще, это просто, ну, наверное, десятки, десятку, наверное, мы уже тысяч сделали, потому что мы начали это еще с начала октября того года, то есть вот практически год я этим занимаюсь. Я не знаю, кто занимается массово, сколько этим, сомневаюсь, кто этим занимается столько, из-за этого цикл уже пройден. Каждый год гайки закручиваются. Ну вот, каждый год перед Новым годом закручиваются гайки, любые. Так что можно работать нормально, просто будьте аккуратны, да и все, и не надо вот этой панике наводить. Я вообще не пойму, зачем и к чему все это было, то есть пиар какой-то, что ли, со всех сторон, сейчас какие-то группы, какой-то Америки, везде. У нас ни у кого нет. Фу-ть-фу. Работаем, работаем спокойно. Приводите, приводите, приводите новых людей и будет рандом. Будет лучше. Меня единственное смущает в схеме верифая, исключительно, это цепочки. То есть, ну, я не предполагаю, что мои друзья будут мне отзывы писать, потому что за это, действительно, нагнут точно. С моих аккаунтов, с опишников, с левых там и так далее. А вот, если вы приводите новых людей, свежих, которые покупают это, вот, действительно, самый оптимальный вариант. Вот. Почему я использую не верифай? Супер активно, чтобы уменьшить количество верифай. На данный момент не верифай в разы безопасней, из-за того, что у нас есть цепочка. Если люди занимаются выкупами в группах и везде, они укупают у всех. И получается цепочка людей, что он у этого купил, написал в отзыв, у этого. Потом второй покупатель тоже такой же и там, и там, и там. Третий покупатель и там, и там, и там. Все понятно. Но, имейте в виду, что бы там, кто бы не говорил, я не знаю вообще, откуда такая информация у людей, потому что, блин, я не знаю. вот, подумайте о том, что на самом деле вы можете купить у конкурентов 10, например, товаров с одного IP, написать разные там, серые какие-нибудь там схемы, и написать ему отзыв. То есть, это нелогично. Что бы там не говорили, кто бы что бы не придумал. То есть, в принципе, схему эту сломать достаточно сложно. Вот. Но в любом случае, еще раз призываю, будьте аккуратны и экономьте вдумчиво. А не так вот, что все легко и просто, а потом по группам бегать, рассказывать, как вас забанили, помогите, спасите. Ну вот, вот это неправильно. Что, Рубик, заканчивай, что тебе еще добавить? Съесть и по домам. Ну, по большому счету, так я хотел только сказать, что цена вот этот за 90, это только для твоей группы. Американцы сейчас там пользуются нашей системой, они платят по 40-20, да? И довольны, как бы, в принципе, и все работает и получают возврат. Если у кого-то что-то есть, спросите или... А ссылку, ссылку, ты мне потом дашь, я ее просто тогда в главу босса... Есть у тебя? Ты же поставил в лайве. Там есть твоя ссылка. А я и не знал, что она есть. Ну, буду иметь в виду. Не обратил внимание. Я сейчас еще раз туда запостил. Да, запостил тогда. А я ее поставлю в шапку, чтобы не искать в тексте. И добавлю в таблицу инструментов, как обычно. Я думаю, все знают, кому интересно, где все скидки на все программы, которые... Прифералке я как бы веду. Это вот таблица инструментов в описании группы. Они не работают. Ну, все. Тогда всем спасибо, кто был. Да, спасибо. Спасибо всем, кто слышал. С вами МЗВИЗ. Пишите. И здесь. Все. До свидания. Удачи. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.